Одинцовская городская прокуратура очень активно занимается выявлением и пресечением незаконной горной деятельности. В частности, в 2014 году у нас возбуждено одно уголовное дело, в 2015 у нас возбуждено уже шесть уголовных дел за проведение организации незаконных игр. Соответственно, девять человек у нас находятся под стражей, ну и хотелось бы населению донести, что заниматься данной деятельностью это незаконно и чревато соответствующими последствиями. В частности, у нас в декабре 2014 года были внесены изменения в уголовный кодекс, который облегчает городской прокуратуре задачу по борьбе с этим видом преступности, поскольку в настоящий момент для привлечения лиц к уголовной ответственности не требуется извлечение ими дохода. Ранее требовалось, чтобы данное игорное заведение заработало не менее полутора миллиона рублей, соответственно, чтобы мы могли их привлечь. В настоящее время такое условие уголовный кодекс не предусматривает. Соответственно, к уголовной ответственности по этой статье, это 171.2, 171.2, привлекаются все лица, которые участвуют в обеспечении организации деятельности игорного заведения, начиная от охранников и заканчивая организаторами, ряд из которых также нами выявлены по ранее упомянутым уголовным делам и находятся в настоящее время под стражей. Кроме того, предусматриваются достаточно жесткие санкции по этому виду преступлений. В частности, первая часть данной статьи предусматривает санкции от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком на два года. И, соответственно, дальше вторая часть – это извлечение дохода в крупном размере, группы лиц по предварительному сговору. Это уже совершенно другие сроки, то есть штраф от миллиона, сроки до четырех лет лишения свободы. Причем нам хотелось бы обратить внимание, что если в конкретном игорном заведении работают охранники, операторы, организаторы, эти лица совершают указанное преступление как раз-таки по предварительному сговору, что делает их наказание более суровым согласно Уголовному кодексу Российской Федерации.